Друзья мои, всем привет! Давайте сегодня разбираться, можно ли давать отношениям второй шанс, или все-таки дважды в одну реку не войдешь. Мне написала одна девушка и попросила помочь ей разобраться в непростой ситуации. У нее вернулся бывший, и ей интересно, нужно ли его возвращать, или это ошибка и как бы шаг назад, возвращение в прошлые отношения. Но вроде бы к нему есть еще какие-то чувства, да, то есть она была бы и рада, но насколько это правильно и насколько вообще это логично. И мне показалось, что эта тема может быть актуальна для многих, поэтому я решила ответить в форме видео, так вот развернуто, чтобы каждый из вас мог, если он попадет в подобную ситуацию, принять правильное решение. Ситуация у девушки примерно следующая. У нее были отношения, в этих отношениях было и хорошо, было и плохо, то есть всякое бывало. В один момент отношения закончились, вроде бы все, расставили все точки над всеми буквами, решили, что останемся друзьями, но по факту они в принципе не общались. И вот спустя какое-то время появляется снова этот бывший и говорит, что я все понял, я все осознал, я люблю только тебя, давай попробуем все начать сначала, давай попробуем все начать с чистого листа. И вот и что делать? Принимать его или не принимать? Не важно даже, понимаете, какая была причина расставания, то есть вот на этом этапе вообще не важно, что происходило там в старых прошлых отношениях. На этом этапе вам нужно следовать четкому алгоритму и совершать, найти для себя ответ на 4 конкретных вопроса. И только тогда вы сможете сделать правильный вывод. Для того, чтобы найти ответ на эти вопросы, вам нужно разговаривать с вашим вот этим вот бывшим, который появился. То есть нужно так или иначе провести какую-то беседу, то есть обсудить то, о чем мы поговорим сейчас дальше. Первый вопрос, который вы должны задать своему бывшему, не себе, а своему бывшему. Что именно он осознал, что именно он понял. Потому что очень часто мы любим выдавать желаемое за действительное. И нам кажется, что вот он пришел, да, что вот он вроде как готов с нами начать все сначала. И он все осознал, что действительно любит, что я там самое лучшее, самое прекрасное, вообще самое удивительное, восхитительное, что встречалось в его жизни. А на деле оказывается, что он осознал совсем другое. Он осознал, что ему было комфортно с вами в отношениях. То есть мы можем по-разному воспринимать одну и ту же ситуацию. И поэтому вам нужно в этот момент не свое мнение, да, что он осознал, а его видение, что он действительно осознал. Не что вам бы хотелось, чтобы он осознал, а что действительно с ним произошло. Второй вопрос, который тоже очень важный и который вы должны знать, на который ответ. При каких обстоятельствах он это осознал? Что происходило с ним, когда у вас не было отношений? То есть что было в его жизни? Что его привело снова к вам? Может быть он это осознал, потому что начал с кем-то знакомиться, начал с кем-то общаться и понял, что все его отшивают, что он вообще никому больше не нужен. И тогда у него остался вот единственный вариант, а надо вернуться к бывшей, она-то уж меня всегда рада видеть. И поэтому он вернулся. Или может быть другая ситуация. Может быть у вас кто-то появился, вы с кем-то начали там строить так потихонечку отношения, у вас в принципе все хорошо стало. И у него пошла ревность, у него началась какая-то вот эмоциональная реакция, и на этих эмоциях он к вам возвращается. Не потому что он понял, что да, вы там самое лучшее, самое прекрасное, что было в его жизни. А просто потому, чтобы вы никому другому не достались, потому что вы это его собственность, как это у вас могут быть какие-то другие отношения. И конечно совершенно иная история, это когда он попробовал с кем-то отношения, может быть с кем-то повстречался. У него есть спрос, да, то есть есть девушки, которые хотели бы с ним отношения, у него получается заводить новые какие-то отношения. Но он понимает, что с ними нет какой-то такой вот эмоциональной близости, или какой-то такой вот связи, или может быть качественной интимной близости. Ну я не знаю, что он там нашел, да, что он именно конкретно осознал. Но он это осознал, выбирая, когда он выбирал, а не когда у него не было вообще никакого выбора. Поэтому это тоже очень важный момент, очень важный аспект, на который я считаю, вы должны обратить свое внимание. При каких обстоятельствах он понял, что он хочет снова с вами попробовать. Третья важная вещь, на которую вы должны обратить свое внимание в подобной ситуации, это что конкретно предлагает человек. То есть мы уже сами как бы выяснили, вы должны выяснить, что он в прошлом осознал, а теперь надо перенести это все на будущее. Что конкретно он хочет, какие у него есть видения, какие у него есть планы, как он представляет ваш будущий формат отношений, что это за отношения. Может быть он вам предлагает отношения без обязательств, потому что у него сейчас вот нам что-то зачесалось, да, вот кровь в одно место прильнула, и он не знает, куда это место засунуть. И поэтому он как бы пришел к вам, и в принципе дальнейшие с вами взаимоотношения он рассматривает именно по такому сценарию, что когда вот у меня кровь туда ушла, я прихожу к ней, а когда вот кровь туда не уходит, то ну я свободный человек, да. Или он осознал и хочет создать с вами семью, хочет с вами там серьезные отношения, хочет сводить вас в ЗАГС, или он хочет вернуть все так, как было. Опять же, я не знаю, какой у вас был формат. Но смотрите и копайте в эту сторону, что именно хочет и предлагает человек. Не что хотите вы, а что как бы, на что готов он, да, как он видит эту ситуацию. И последний четвертый вопрос, можно так сказать, последний четвертый аспект, который вы должны выяснить и прояснить, и расставить над ним все точки, это как вы будете решать ту ситуацию, из-за которой вы расстались. Дело в том, что когда два человека расстаются, почему они расстаются, потому что в какой-то момент, в какой-то точке их цели и желания не совпали. Они хотели абсолютно разного в какой-то момент, и они не смогли договориться, не смогли эту ситуацию как-то урегулировать и решить ее. И в итоге эта ситуация так и осталась между ними, она так и осталась нерешенная, но они разошлись. И когда сейчас вы будете второй раз заходить в эти отношения, то вы снова вернетесь рано или поздно к этой ситуации, которая вас развела. Поэтому обязательно нужно понять, что за ситуация вас развела, да, то есть из-за чего вы расстались. Что стало причиной этому? Кто был прав, кто был виноват? И как вы в дальнейшем будете решать эту ситуацию? И здесь, конечно, уже очень сильно важна вот именно причина, да, то есть почему вы расстались. Не надо думать, что вот тот человек, который хочет вернуть отношения больше, что это его зона ответственности. Что это он должен придумать, как решать эту ситуацию, да, то есть это его как бы задача. Нет, это задача вас двоих, потому что в отношениях два человека. И если в отношениях два человека создали эту проблему, то решать эту проблему должны тоже оба. И здесь смотрите дальше, вот допустим, там вы расстались, потому что он изменил. Окей, что я буду делать по-другому? Что он будет делать по-другому? Почему вообще возникла такая ситуация? Какие потребности не удовлетворялись в этих отношениях у него? Какие потребности я должна ему удовлетворять, чтобы у него не было вот этого расщепления? И много всяких разных других моментов. При каких обстоятельствах моя там нижняя самооценка будет восстановлена? При каких условиях я смогу его простить? Что он должен сделать? Да, то есть не надо сидеть и думать, что вот он вернулся, он готов на все, лишь бы исправить ситуацию. Вот он сейчас как все исправит, и вообще все будет замечательно. Нет, вы тоже будете участвовать в этом. Иначе, если вот этот пункт вы пропустите, то через какое-то время вы снова вернетесь в ту точку, из-за которой вы расстались. В ту точку сложности, в которой у вас возникло непонимание, и у вас не было методов урегулировать этот вопрос, урегулировать этот конфликт, и найти какое-то решение, какой-то выход. То есть если вы это не проработаете, то жизнь вас снова вернет в эту точку. Вот это четыре главных вопроса, на которые вы должны ответить для себя, прежде чем вообще принимать решение о том, возвращаться в бывшие, в прошлое отношения, или не возвращаться. Это что осознал другой человек, при каких обстоятельствах он это осознал, что конкретно он хочет и предлагает, и как вы будете решать прошлые проблемы. И здесь, опять же, не бойтесь вот задавать эти вопросы, потому что многие подумают, ну так много вопросов мне надо задать, а вдруг он испугается и сбежит. Но если он испугается и сбежит, то делайте вообще вывод о качестве его намерения, о силе его желания снова быть с вами в отношениях. Если он при малейших каких-то вопросах, абсолютно простых, абсолютно понятных любому человеку, сбегает, он их боится, и он не хочет их обсуждать. Ну о чем это говорит? Ну это говорит о том, что человек просто в принципе незрелый, и он снова так же сбежит из этих отношений, начни какая-то опять возникне сложность в них. Поэтому не бойтесь разговаривать и проговаривать. И опять же, если вот вас устроит ответ на все эти вопросы, то есть вы поймете, что ну да, как бы меня все устраивает, я согласна, я готова, я хочу, то вы договариваетесь на какой-то пробный период. Может быть, допустим, там, ну хорошо, давай вот все начнем сначала при таких-то таких-то условиях, на таких-то таких-то договоренностях, но у нас будет с тобой пробный период, ну допустим месяц там или два месяца, и допустим там 1 июля мы садимся с тобой и смотрим, как вообще можем мы выполнять эти договоренности или не можем, могу там я тебя простить и принять, или я все-таки чувствую дискомфорт. То есть какое-то время у вас так или иначе будет пробный период, когда вы будете пытаться жить по новым правилам, пытаться построить ваши отношения по-другому. И если получится, то оно получится, если нет, то ну как бы и не надо себя мучить, да, то есть поймите, что всегда будет вот этот вот пробный, так скажем, переходный период. Ну и, конечно, вообще один из самых главных, вообще базовых просто критериев, после которого только уже начинается ответ на все вот эти вот 4 вопроса, это критерии, а есть ли у меня вообще желание возвращаться в эти отношения, хочу ли я снова быть с этим человеком. Потому что вот когда подобная ситуация произошла в моей жизни, несколько лет назад также появился бывший и сказал, что вот я все понял, я осознал, я тебя люблю, и давай все попробуем сначала, то мне уже было вообще неинтересно, я, ну в принципе, уже не хотела с ним ничего, и зачем оно мне все надо было, да. Я даже помню, в какой-то момент я просто села и попыталась ответить себе на вопрос, а что такого может сделать этот человек, что я захочу быть с ним в отношениях? При каких таких условиях я буду готова вернуться снова к нему? Что вообще такого должно произойти в моей жизни, чтобы я снова вернулась в те отношения? Я сидела, я очень долго думала, и я не нашла ни одного варианта ответа, и я до сих пор не знаю, что может такого со мной случиться, чтобы я снова захотела вернуться в те отношения. Ну ничего, ну вот, ну нет у меня этого желания, и ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах я как бы не захочу быть с этим человеком. И тогда, если у вас нет такого желания, то, ну и смысла обсуждать все остальное тоже, конечно же, нет. А вообще лучше все делать вовремя, понимаете, вовремя решать какие-то сложные ситуации, вовремя решать конфликты, вовремя учиться договариваться, вовремя давать человеку заботу, поддержку, доверять, вовремя учиться выстраивать близость, чтобы не угнетать ситуацию, не нагнетать ее, да, чтобы не разойтись, а потом вот обдумать, снова вернуться, вот второй шанс, вот это вот все. Это на самом деле очень энергозатратно. Когда вы все делаете правильно с первого раза, тогда, конечно, результат намного лучше. Поэтому учитесь строить крепкие и гармоничные отношения с помощью моего курса «Счастливые отношения», чтобы у вас все получалось с первого раза. Ссылка на сайт, где вы можете узнать подробную информацию и приобрести курс в описании. Также в описании к этому видео есть ссылка на мой телеграм-канал. И всех, кто любит читать умную и полезную литературу, информацию, я приглашаю в свой телеграм-канал, потому что я пишу для вас там каждый день посты. И это очень интересные посты на тему отношений, на тему саморазвития, на тему любви к себе и вообще на тему того всего, о чем мы говорим сами здесь на YouTube-канале. А на сегодня у меня все. Я желаю вам любить и быть любимыми. На сегодня все. Пока-пока.